Территория научно-производственного кластера на окраине Ярославля. Российский проект крупнейшей японской компании Токеда стал одним из первых наиболее масштабных производственных площадок, построенных зарубежными фармацевтическими компаниями в России. Сейчас мы находимся на складе. Мы непосредственно находимся в зоне приемки материалов. Справа от нас кабина отбора проф. Класс частоты, который соответствует классу частоты производства. Это позволит нам избежать загрязнения материалов на этапе отбора проб. Попадание пыли, вредных примесей и микроорганизмов на территорию основного производства исключено. Пробы сырья и материалов поступают в лабораторию завода. Приборы обеспечивают максимальную точность анализов. Эта комната спектральная. Здесь у нас находятся различные высокоточные оптические приборы. Например, лазерные дефектометры, либо различные спектрометры. В частности, это у нас атомно-абсорбционный спектрометр, который мы используем для того, чтобы подтвердить отсутствие тяжелых металлов в нашем сырье. Чтобы мы были уверены, что тяжелые металлы не попадают в лекарственные средства во время их производства. Лаборатория Докеда в Ярославле по мощности и оснащению не уступает отраслевому НИИ. Располагается в трех просторных помещениях. Здесь изучают состав и качество исходного сырья. Новые препараты, которые находятся на стадии внедрения в производство, анализируют готовую продукцию. Вслед за сырьем, качество которого подтверждено в лаборатории, мы перемещаемся в одну из самых чистых производственных зон. Цех производства стерильных препаратов. На участок асептического розлива. Здесь, на стеклом, находится участок приготовления растворов. По закрытому трубопроводу, который расположен в чистых помещениях, раствор поступает на соседний участок. Розлив осуществляется внутри машины. Но есть еще один этап. Этап подготовки тары самой ампулы. Это дальше. Перед наполнением ампулы загружают в приемное устройство машины для мойки. Со всех сторон, внутри и снаружи, ампулы омывают струи воды для инъекций. Затем стерильный сжатый воздух обдувает стекло, полностью удаляет воду после мойки. В туннеле деперогенизации ампулы проходят заключительную стадию стерилизации при температуре свыше 300 градусов по Цельсию. И, наконец, один из самых зрелищных процессов этой производственной линии. Наполнение препаратом и работа узла запайки ампул. В этом помещении ампулы собираются в короба и размещаются на поддон. После участка розлива ампулы поступают на теплый склад завода для инкубирования в течение пяти недель. Только после этого они передаются на участок оптической инспекции. Оператор загружает запаянные ампулы на загрузочный стол автоматической инспекционной линии. Внутри данного модуля стоят четыре камеры. Первая камера смотрит на вид дефекта мутность и уровень наполнения. Вторая, третья на механические частицы. Четвертая камера распознает возможные дефекты запайки ампул. Камеры просматривают каждую ампулу на свой вид дефекта. Если этот вид дефекта был обнаружен, то эта ампула автоматически отсылается машиной в эти лотки с некондицией. Прошедший контроль ампулы переходят на следующую стадию проверку на герметичность. Через каждую из ампул проходит ток 30 кВ. Если движение тока изменяется, то ампулы признаются некондиционными и также автоматически отсортировываются. Качественная продукция идет на последующей стадии. Перед нами высокоскоростной модуль этикетирования. Здесь на ампулы наносится клеевая этикетка. На этикетку, в свою очередь, наносятся переменные данные. Серия производства и срок годности. Теперь мы переходим на конечную стадию производства ампул. Вторичная упаковка. Автоматическая линия состоит из пяти модулей. Ампулы транспортируются на барабаны. Роботом-укладчиком помещаются в блистерные ячейки. На следующем модуле робот помещает блистер в упаковку и вкладывает инструкцию. На этой же линии на упаковку наносится QR-код. Пилотный проект по маркировке и внедрению системы мониторинга движения ЛС – это государственная инициатива. Токеда поддержала проект в начальной стадии, оценив уникальную возможность отладить все процессы в пилотном режиме. Наряду с коллегами по отрасли, компания стала участником рабочей группы Росздравнадзора. Двухмерный матричный код идентифицирует упаковку, позволяет проследить весь ее путь от производителя до розничной продажи. Это дополнительная и гарантия качества, и защита от подделки. Сам Кирилл по образованию специалист по автоматизации производства. Карьеру в Токеда начинал с должности оператора. За 4 года дорос до начальника смены участка. Это рядовая история для Токеда, говорит директор завода. Компания активно внедряет социальные и мотивационные программы, развивает собственную систему подготовки кадров. Сотрудничаем с Ярославским медицинским университетом. Здесь студенты, и происходят практики на нашем заводе. У них есть такая возможность посмотреть производство изнутри. Потому что у них есть выбор потом или стать провизором и работать в аптеке, или просто начать свою карьер-пап здесь на производстве. И они начинают с таких самых обычных задач, как работа где-то на упаковке, на линии. Я тоже так начинал. Просто когда ты работаешь руками, когда ты трогаешь это каждый день, тогда ты получаешь новые должности, ты можешь точно сказать, что там внизу находится. Средний возраст сотрудников на заводе сегодня 35 лет. Это один из важных показателей перспективного развивающегося предприятия. Молодые специалисты и их свежий взгляд на производство и бизнес помогают быть в мейнстриме. И компаниям, внедряющим социальные проекты и регионам, и отрасли в целом. Считает член Совета Федерации Игорь Каграманян. Ярославская область в последние годы стала одним из признанных лидеров и центров развития современной фарминдустрии в нашей стране. Безусловно, это выгодно прежде всего для нашей страны, для наших людей, потому что лекарства производятся у нас. Причем лекарства востребованы нашим населением, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Локализация помогает сделать лекарства более доступными по цене и для населения, и для бюджетов всех уровней. В 2017 году мы значительно, на 38% увеличили объемы производства. И наша основная задача на будущее – это выйти на полные мощности завода. Тоже сейчас активно работаем над расширением нашего портфолио. Сейчас у нас на стадии трансфера технологий два важных для завода препарата. Один из них – это инновационный онкологический продукт, который будет на этом заводе производиться по полному циклу. Локализация производства и трансфер технологий позволяет производителю сохранить качество и снизить цену препаратов. Препараты, которые сделаны в России, они сейчас на таком же самом европейском или мировом уровне, если смотреть на качество. Сейчас мы идем в зону, где готовят к запуску в производство тот самый инновационный онкологический продукт. Здесь реализуется проект по локализации инновационного препарата для лечения милома множественной. Все производство сконцентрировано в изоляторах. Здесь 12 производственных помещений. Вот, например, в этом помещении у нас идет процесс капсулирования. Персонал работает в специальных костюмах, снабженных воздушными фильтрами. Воздух из легких не попадает на продукт, а кожа и легкие сотрудников защищены от попадания действующего вещества. Сейчас идут технические испытания оборудования. В следующем помещении у нас реализованы первые стакт локализации препарата. Это вторичная упаковка. Готовая продукция передается на склад завода для хранения. Только после того, как качество произведенных серий проверят и подтвердят специалисты ОТК, уполномоченное лицо выпускает готовые препараты на рынок.